ПЕСНЯ Завершая долгий апостольский пост, Церковь приближается к уникальному в ее литургической жизни событию – празднику всехвальных и всехславных перворуховных апостолов Петра и Павла, празднику, который мы будем отмечать на наступающей неделе в среду, то есть 12 июля. Среди великого множества святых, поющих «Славу Богу на небесах», эти апостолы занимают особое, несравнимое место. Это отражается великолепие фраз, обращенных к ним в гимнографии. «Вслушайтесь! Кими похвальными венцы увязем Петра и Павла?» Это слова «Стихир» или «Вы есть те непобедимые столпы святые троицы». А еще «Светильники Великие Церкви» Петра и Павла восхвалим «Пачи же бос солнца воссияша на тверди веры». Настоящий пост отличается особой энергией. А в такой год, как нынешний, когда Петровский пост почти такой же долгий, как и великий, мы видим, какое особое значение придает Святая Церковь этому празднику. Вообще, церковные посты являются временем и инструментом подготовки, вырывающим нас из того, что, к сожалению, стало почти нормой жизни и приводящим нас к жизни, полностью ориентированной на участие в истинной святости. Мы ограничиваем себя в пище, в участии в некоторых общественных мероприятиях, увеличиваем время, посвященное молитве и богослужениям, стараемся давать больше милостыни. И все это мы делаем для того, чтобы с помощью благодати Господа, сказавшего, что Царство Божие силой берется, мы бы смогли достичь истинного участия в святых и животворящих празднованиях Церкви. Празднования являются действительно животворящими, поскольку они дают контекст, ритм нашему участию в святых таинствах. Задумайтесь, участие в литургии в каком-то смысле является участием в празднике Святой Пасхи, потому что каждый раз, когда мы участвуем в таинстве Евхаристии, мы соединяемся телу и крови воскресшего Господа, победившего смерть и дающего нам истинную и бесконечную жизнь. Участие в литургии является участием и в празднике Рождества Христова, поскольку мы телесно принимаем того, кто принял тело и всю человеческую сущность ради нас. А смотрите, участие в литургии является еще и участием в празднике Благовещения, поскольку рожденный от Богородицы есть Христос, которого мы принимаем в себя, причащаясь из святой чаши. Вообще, церковные праздники помогают нам строить свою жизнь вокруг таинств, ибо они представляют контекст жизни, истории спасения, которым у нас призывает Святое Крещение. Подытоживая, можно сказать, что через праздниками мы становимся участниками священных таинств, дающих нам жизнь. То же самое можно сказать и о нынешнем празднике. На особое положение Дня Памяти святых апостолов Петра и Павла в жизни нас, православных, указывает факт наличия перед этим праздником не однодневного или краткого, но длинного, я бы так сказал, сезонного поста. Ведь в году всего четыре таких праздника. Посты пришествуют также празднику Святой Пасхи, Рождества Христова и Успения Пресвятой Богородицы. И если сказать образно, то подобно ребенку, обращающемуся к матери, христианин должен обратиться к матери Церкви с важным вопросом. Почему? Почему празднику, воспоминающему двух славных апостолов Господних, отводится такое большое значение в жизни христиан? Мне думается, что этих проповедников и лидеров Церкви Христовой объединило общая цель и общее дело – нести свет правды миру. Оба обладали различными видами апостольской благодати, даром проповеди, который позволял им проповедовать Слово Божие ясно, точно и с пастырской властью, лидерством, с помощью которого они организовали Церковь и заботились о пастве и об иерархии Церкви Христовой, а еще трудами по обращению человеческих сердец. Они затрагивали сердце каждого человека, встречавшегося на их пути, так же, как Христос затронул и обратил их собственные сердца. Вот давайте вспомним апостола Петра, человек, который всегда был рядом со Христом, от лица всех исповедовал Спасителя, не просто как одного из пророков, а как Христа, Сына Бога Живаго. Апостол Петр поднимался вместе со Спасителем на гору, где преобразился Христос. Апостол Петр обещал Спасителю быть рядом с ним всегда, показал меч, что готов воевать за Учителя. Однако в трудный момент для Спасителя он струсил и сказал, «Я не знаю этого человека». И заметьте, испугался женщины, которая указала, что он один из апостолов. А вот наша жизнь, возможно, были и есть среди нас люди, которые практически всегда следовали за Богом, ходили в храм и продолжают это делать. Но в трудный момент, когда их даже просто спрашивают прямо, «Вы верующий человек?» Молчат и делают вид, что эти слова обращены не к ним. Иногда закрывают глаза, когда видят, что кто-то совершает неправильный поступок. Боятся и не исповедуют, что мы последователи Бога, что мы христиане. А теперь посмотрите на апостола Павла. Он был гонителем, он искал правду, он желал служить Богу. И как это ни звучит странно сегодня, по этой причине он гнал христиан. Но Господь чудесным образом делает из Савла Павла. Из гонителя Господь делает почитателя, даже проповедника. И не просто проповедника, а самого великого проповедника среди всех апостолов. И вновь вернемся к нашей жизни. У многих из нас были когда-то трудные времена. Церковь была не в почете. Я бы сказал больше. В гонении. И я лично помню это время. И кто-то занимал должность, которая обязывала человека смотреть за христианами, возможно, преследовать кого-то. Но наступил момент, и человек осознал. Я не прав. Я ошибался. Я каюсь. Сегодня такой человек похож на апостола Павла. Он даже помогает в храме, поет, читает, иногда в алтаре прислуживает. Это все общее роднит его с апостолом Павлом. А еще важно заметить, как один и второй апостолы заканчивают жизнь. Трижды апостол Петр обращается ко Христу. Люблю тебя, Господи. И как передает священное предание, они завершили свою жизнь в Риме в один и тот же день. И один, и второй покаялись и вернулись ко Христу. Следовали за Ним. И проповедовали всем Христа. И даже ради Бога жизнь свою отдали. Я желаю, чтобы каждый из нас нашел дорогу и следовал за апостолами. И сказал всем, каюсь и люблю тебя, Господи. Желаю, чтобы каждый из нас ради этого великого праздника укрепился духовно, совершая добрые дела. Сегодня нам эти апостолы показывают, как можно следовать за Богом, как можно служить тому, от которого когда-то отрекались, тому, которого не знали и даже гнали. И если мы, сегодняшние христиане, живем не как безбожие заклавшие уста, не как страшные духа мечи, не как украшение своего града, искрежали мысленные Божьей любви, тогда настоящий праздник является для нас наставлением и напоминанием, что в нашей жизни недостаточно. Чего недостаточно? Ведь некогда Господь вызвал творение из тьмы, вызвал из небытия. Он вызвал человечество к жизни, к полноценной жизни, которую Он предлагает через вкушение своей крови и тела. И тогда сердце человека может преобразиться, измениться, стать лучезарным. И тогда, как мы видим в образе святых апостолов Петра и Павла, оно может изменить окружающий мир. День памяти святых апостолов Петра и Павла является и миссионерским праздником. В нем мы видим призвание христианина, призвание не в поверхностном смысле распространения информации и литературы, а в глубоком смысле преображения Святой Троицы и в привлечении ко Христу всего падшего мира. И сегодня мы, свидетели силы этой миссии, Петр и Павел, эти два человека, освященные благодатью Божией, продолжают обращать ко Христу народы и наши сердца. Сеть, некогда закинутая ими, поймала и нас в Церковь. А потому будем помнить, что наша Церковь является светилом той самой животворящей благодати. Наша Церковь всегда была миссионерской Церковью в том смысле, что она изменяет сердце человека, которое, в свою очередь, изменяет творение, вытягивая его из греховного унижения и направляет к славе Божией. К этому и призывает нас в конечном итоге грядущий праздник. Путем долгого поста мы приходим к празднованию памяти сих апостолов. С ними вместе мы участвуем в Таинстве Евхаристии в Господе нашем и Спасителе. Господь показывает свою любовь к нам, как Он показал ее Петру и Павлу. Он задает нам тот же вопрос, который задавал Симон. Любишь ли меня? Наше дело – ответить на Божественную любовь. Мы можем принять ее, как приятный подарочек, забыв о нем через какое-то время и ждать следующего подарка. Мы можем проигнорировать его и тогда горе нам. Или можем с благодарностью за полученную любовь посвятить Христу свою жизнь и стать полностью Христовым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...